Всех приветствую любителей чёток и случайный зритель. Сегодня я вам покажу новую модель чёток от мастера Жени Картавых. Так что усаживайтесь поудобнее дорогие друзья, а мы начинаем. Мастер Жени Картавых Не забывает нас радовать новыми моделями чёток, что в чёточной теме происходит довольно-таки редко. Поэтому Жене хочу выразить огромный респект. А теперь давайте посмотрим, что нам подготовил этот мастер. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Та-дам! Такая вот замечательная, интересная работа. Итак, пожалуй, я начну с названия этих чёток. На самом деле Женя очень долго думал, как их назвать. И я думал, как их назвать. И мы так ничего и не придумали. В конечном итоге Женя взял эти чётки, отнёс своей дочери, 10-летней, говорит, как назвать чётки. И она сразу же сказала, чётки дракон. Эти чётки похожи на дракона. Так подсказала детская фантазия. Мы переговорили с Женей. И Женя решил оставить именно такое название для этих чёток. Тем более, это самая первая работа, которую он сделал в 2024 году. И как раз вот год дракона. Ну и даже моя не детская фантазия подсказывает, что да, тут есть немножечко такого чего-то китайского или японского в таком стиле. Вот всё так сделано. Поэтому, в общем, я полностью согласен с названием. Если кому-то название чёток не нравится, какому-то дяденьке, то ему нужно поспорить с 10-летней девочкой. Чего я настоятельно не рекомендую, потому что этот дяденька спор проиграет. Ну-то ладно, в общем. Что касается материала. Чётки сделаны из бильярдного шара Арамит, Премьер и советского Эбонита. Белого цвета это у нас идёт бильярдный шар Арамит, Премьер. И зелёного цвета это тоже у нас бильярдный шар Арамит, Премьер. Просто зацените эти переходы на зелёном звене. Я просто тащусь от этих всех переходов на бильярдном шаре Арамит. Это такая маленькая особенность бильярдного шара Арамит. Здесь сразу всё понятно. Из какого материала сделано зелёное звено и из какого материала сделано белое звено. Что касается советского Эбонита, обратите внимание, друзья, это такой чисто чёрный-чёрный советский Эбонит. Без всяких там вкраплений, без всяких там раковин и так далее. То есть, очень качественный материал взят. В наконечнике у нас монтированы латунные вставочки. Сделано это всё очень качественно. Без всяких зазоров. Всё сделано круто. И очень хорошо всё сбалансировано. Потому что звено само по себе тяжёленькое. Соответственно, надо было сделать такие увесистые наконечники. Чтобы всё хорошо крутилось. И Женя сделал увесистые наконечники. Он так серьёзно нашпиговал этой латунью. Эти наконечники, они такие довольно увесистые. Сама работа весит немало. Давайте её сейчас свесим и посмотрим, сколько она весит. 52 грамма. В общем, не лёгенькая работа. Обратите внимание на само звено. Всё везде закруглено. Наконечники тоже закруглены. Везде всё закруглено. Нету острых углов. То же самое касается звена. Вот эта форма звена, что с краю, она очень сложная. То есть, вывести её тяжело. И потом, это всё надо ещё закруглить. Понимаете? И вот центральное звено тоже довольно сложной формы. Но при этом всё закруглено. Что будет давать очень мягкий ход при кручении. Работа действительно очень интересная. Очень классная. Отлично она скручивается. Теперь, что касается плетения. Как здесь идёт нитка. Сейчас вы, конечно, маленько подваритесь, дорогие друзья. Так что, подготовьтесь. Сейчас я вам покажу схему. Как здесь идёт нитка. Как вам? По-моему, всё просто и легко, как Женя говорит. Ну, а если серьёзно, то да, действительно, здесь идёт такое плетение, что чёрт ногу сломит. Но я с Женей говорил на эту тему и говорю. Если во всех работах будет такое плетение, то тебе придётся давать покупателям пожизненную гарантию, что ты там будешь менять нитку. Потому что клиент самостоятельно не сможет этого сделать. И да, мы с Женей похихикали на эту тему, посмеялись, в общем. И Женя приступил к решению данной задачи. Он уже знает, как будет делать сверловку в следующих работах. И как он поменяет плетение. Возможно, в дальнейшем немножечко поменяются наконечники. И вот это крайнее звено, которое ближе к наконечнику. А возможно, Женя сможет всё сделать так, что полностью всё-таки останется. Но я вам гарантирую, что в дальнейшем сверловка будет намного проще. То есть, это факт, что у нас будут в дальнейшем ещё работы такие. Возможно, цвета как-то поменяются. Но в дальнейшем всё будет намного проще. И можно будет самостоятельно поменять ниточку, как в обычной мозаике. И тем более, я сделал отдельное видео на эту тему. Потому что, если мы собираемся продавать данную модель, то у нас должна быть такая маленькая инструкция, как поменять нитку для покупателя. Когда он покупает данную работу, чтобы он мог самостоятельно поменять нитку. Это будет намного практичней. Так что, не пугайтесь, дорогие друзья. Это единственный экземпляр будет с таким плетением. Давайте я вам сейчас просто покажу, как здесь идёт плетение в центральном звене. Здесь в центральное звено входят аж 4 нитки. Здесь вот идёт ниточка. Крест-накрест, обратите внимание. Здесь вот третья нитка. И вот здесь идёт четвёртая. Точнее, заходят 4 нити. Здесь выходит одна нить, здесь вторая. И здесь обратно выходит нитка крест-накрест. То есть, отверстие одно, но сверловки две. Одна сверловка идёт туда, через всё звено. А одна сверловка идёт сюда. В общем, интересное плетение у этой работы. Но Женя говорит, ничего сложного. Но это для Жени ничего сложного. Даже для меня такая вот схема, я не знаю. Наверное, придётся нервишек потратить, если менять нитку. Ну, видимо, Женя решил делать такие чёткие, чтобы больше никто не мог повторить. Ну, в любом случае, в дальнейшем всё будет намного проще и намного практичней. Эту замечательную модель, которая сделана в единственном экземпляре с таким плетением, я оставляю себе в коллекцию. Скажу вам по секрету, дорогие друзья, Женя об этом только что узнал, потому что я ему об этом не говорил. Он делал эту работу на продажу, а тут я бам и себе в коллекцию её прикарманил. Хочу добавить от себя, чем больше ты видел чёток, чем больше ты чёток подержал в руках и покрутил, тем тяжелее тебя удивить какими-то новыми работами. Но эта работа, она меня настолько удивила, она мне настолько понравилась, она настолько оказалась практична и удобна, что спустя 5 минут после того, как я её достал из посылки, я твёрдо решил, что эта работа остаётся у меня в коллекции. Настолько она мне понравилась. Мне понравилось сочетание цветов, мне понравились вот эти вот звенья, вот эта вот форма звена. Понравились вот эти переходы на зелёном звене. из аромита увесистые наконечники мягенький такой бархатный ход чё так именно непринужденный и послушный ну и конечно же сам вес когда ты в руки берешь эту работу она такая увесистая и тут ты начинаешь ее крутить а у нее ход такой мягенький мягенький и она крутится вот прям не то что мягко она крутится очень бархатно так пальцем аж приятно хочется кайфовать и четкие очень послушные вот они не хотят вылетать из рук крути как хочешь их и лично у меня эта работа очень хорошо лежит в руках очень хорошо лежит в руке эта работа у меня вот как ты ее не крути она очень послушная и хочется постоянно крутить и крутить и она к этому всему увесистая поэтому эту работу я оставляю у себя в коллекции но несмотря на то что эта работа остается у меня в коллекции дорогие друзья все равно она появится в нашем каталоге чёток через пару дней ссылочку на наш каталог чёток я оставлю в описании закрепленных комментариях обязательно переходите подписывайтесь и следите за новинками а также если вам понравилась данная модель не забывайте что вы можете сделать заказ и мы вам сделаем новые чётки с такими цветами которые вы хотите поэтому мы делаем чётки на заказ если вам работа понравилась мои контакты будут в описании закрепленных комментариях пишите интересуйтесь сделаем повторим ну и напоследок хочу вам сказать занимайтесь любимым делом ставьте себе цели и достигайте их не создавайте границы их не будет всем хороших чёток всем хорошей жизни до скорого видео а спасибо спасибо проделать проделать продолжал Субтитры сделал DimaTorzok